Друзья, всем огромнейший привет! Меня зовут Маргарита, я очень рада вам. В этом видео хочу рассказать вам 8 пунктов, которые помогут вам избавиться от привычки пить кофе. Итак, самый первый пункт это принять решение. Принять решение, что мне оно точно не надо, что я точно не хочу пить кофе. В этом очень здорово могут помочь видео на ютубе, которые рассказывают о вреде кофе, а также мотивирующие видео других людей, которые рассказывают свою историю, как они отказались от кофе и как их жизнь стала намного приятнее, как их неэмоциональное состояние стало лучше, как ушли какие-то мелкие неприятности, допустим, связанные с кожей и так далее. Это у нас первый пункт. Следующий пункт не спешить, а договориться со своим организмом, что придет время и мы обязательно откажемся от кофе с тобой, что я тебя люблю, я не заберу у тебя эту вкусняшку, это чтобы не было таким-то стрессом для организма. Я просто заменю ее на что-то очень вкусненькое и полезное. Давай с тобой попробуем что-то попить другое, давай с тобой попробуем что-то съесть другое, давай попробуем, возможно, это тебе понравится, но если нет, то давай подождем и попозже. То есть бережно договориться со своим организмом, но тем не менее постепенно к этому идти. Следующий пункт, третий, это наблюдать. Наблюдать. Ага, я допью кофе, что с моим организмом происходит, что я чувствовала в этот момент, то есть замедлиться в этот момент, понюхать его, как он пахнет, этот кофе, держать эту кружку дольше, каждый глоток прям смаковать, ага, раскладывать его на части, ага, какой вкус мне тут нравится, мне тут нравится вот горчинка, мне тут нравится, что он сладкий, мне тут нравится, что он такой, вот эта пенка мне нравится, например, молока, или мне еще что в нем нравится, мне нравится эмоционально, как он поднимает мое настроение. Ага, и как же я могу это заменить, как я могу вот эти элементики так же самое найти в чем-то другом. Это очень интересно. Следующий, четвертый пункт, это перепить кофе. Да, действительно, напитки можно перепить, еду можно переесть, все может надо есть, даже такой любимый напиток, как кофе. А мне помогло, что я где-то недельку пила его, чуть больше, то есть где-то две кружечки, ну тут тоже надо быть осторожным. Так, следующий пункт, это медленно уменьшать количество выпитого кофе в день. То есть у меня было так, я сначала его пила, раз в несколько дней его переставала пить, потом раз где-то в неделю, потом раз в две недели, раз в три недели, раз в четыре недели, раз в месяц, раз в два месяца. Ну то есть и в этот период я так же самое наблюдала, что происходит, насколько он влияет на меня, и как правило, это были такие резкие подъемы настроения, резкие спады настроения. И мне нравилось все-таки, как же это здорово, когда настроение просто стабильно хорошее, ну намного более стабильно, скажем так, чем вот эти были скачки от того, что я выпила, или от того, что хочу выпить, но еще не выпила кофе. То есть это была реально зависимость. Следующий пункт, это найти напитки, которые бы чем-то заменяли кофе. Например, это может быть апельсиновый сок, который дает тоже такую бодрость, это может быть чай, который тоже содержит кофеин, и для переходного периода их можно чуть больше попить. Ну как можно, то есть они помогут нам менее стрессово это пережить. Травяные чаи, кэрэп, любые напитки, которые бы, допустим, были сладкие, например, потому что я пила тогда кофе сладким, либо с чем-то в прикуску сладким, и поэтому напитки я искала тоже какие-то, чтобы были сладкие. Следующий пункт, выбираем благополучное время. Когда у нас все хорошо, когда мы, когда у нас более все стабильно хорошо, нам легче избавиться от этой привычки. Когда у нас какой-то возник стресс, или где-то мы в поездках, или что-то там, скажем так, возникает, где нам нужно быть в большем ресурсе, то в этот период лучше же не отказываться от кофе. Я помню, как я пыталась отказаться от кофе, а в тот период, когда мы были в поездке, и мы там поздно легли спать, рано проснулись, надо было с детьми, рано ехать, и это надо было бы быть в очень ресурсе, и я помню, что я уже там в обед выпила кофе, потому что я понимала, что я не смогу без него вообще там выдержать этот день. Вот, поэтому важно тоже чувствовать себя, и в тот момент, когда мы действительно можем, можем от него отказаться, когда мы в ресурсе, хотя бы вот в этот период попробовать отказаться. Следующий пункт, достаточно важный, это хвалить себя, хвалить себя за маленькие, за маленькие успехи, даже если мы в какой-то период не пили, а потом опять вернулись в кофе, ну, не ругать себя, что все равно я сделала какой-то шаг, все равно я к этому приблизилась, и наступит день, когда вы полностью от этой привычки откажетесь, у меня тоже были и откаты, и прикаты, то есть я редкая пила, то потом каждый день пила, то опять по вот этой схеме по чуть-чуть уменьшала, ну, в общем, это был долгий путь, который я рада, что уже прошла, ну, на пути у меня другие избавления от других привычек, например, сейчас я от сахара отказываю, от белой муки, вот, поэтому я знаю и понимаю у вас, как это сложно от чего-то отказаться, но это все возможно, если мы знаем, для чего мы это делаем, и если мы чувствуем те изменения приятные, которые происходят в нашем организме. Я по себе могу сказать, что для меня отказ от кофе, я стала лучше спать ночью, я стала более стабильна, хорошее настроение, без скачков вверх-вниз, таких явных, которые дают кофеин, и чувство тревоги, которые есть, которые присущи кофеину, что нам какая-то вот тревожность, непонятно из-за чего, какая-то есть, и это уже намного лучше, и намного приятнее. Наверное, много чего еще, просто к хорошему быстро привыкаешь, и когда ты от него отказываешь, тебе кажется, ой, классно. Всем желаю прекрасного, замечательного дня, пожалуйста, пишите в комментариях, как вы отказались от привычки пить кофе, что вам в этом помогло, и всем желаю прекрасного, замечательного дня, пока-пока-пока!